Максим Зарецкий. Небесный шаг. Девятая арка. Глава первая. Сонг шагал вдоль шеренги нанятых им людей. Как и было оговорено, ему не предлагали практиков высоких этапов, ограничившись наемниками до этапа единства. Это налагало на него некоторые ограничения, например, по опытности таких людей. К сожалению, большинство практиков с обширными знаниями оказывались слишком сильными для той задачи, которую преследовал Сонг. Он очень внимательно при поддержке и помощи Рину выбирал кандидатов в свой экипаж, понимая, что от этого выбора зависели жизни всех людей на корабле. Поэтому все наемники с крупными пробелами в биографии или подозрительно на взгляд Сонга выглядящие отвергались им практически сразу. Рину также внесла свой вклад в выбор, иногда вставляя уместные замечания и комментарии по каждому из кандидатов. Лишь после личного разговора с каждым из кандидатов он смог немного расслабиться, окончательно удостоверившись в своем выборе. Сейчас он с внутренним удовлетворением смотрел на людей, которые подписали с ним полноценный контракт на полсотни лет. Сонг был уверен, что этого времени ему будет более чем достаточно, чтобы осуществить задуманную вылазку к дьявольским мирам и даже больше. Каждому из кандидатов, уже удостоверившись в своем выборе, он перед заключением контракта объяснял, куда отправляется и более чем половина после его слов, тут же отказывались следовать за ним. Что же, Сонг все понимал, не каждый согласился бы на такое опасное путешествие, тем более наниматель ничего не говорил о том, корабле, на котором предстояло совершить столь опасный поход. Их даже перестала привлекать высокая оплата и небольшой процент с найденной добычи. Что же, с этим оставалось только смириться. Но зато теперь, по прошествии пары дней постоянных поисков, Сонг заполучил в свою команду самых рискованных и смелых наемников центрального города и прилегающих к нему районов. «Прошу на борт, друзья!» С улыбкой он кивнул на новенькую яхту, ожидающую в доке. «Располагайтесь поудобнее, только имейте в виду, лететь нам не так далеко». Сонг, посовещавшись с Рину, решил пока не посвящать наемников в то, что владел полноценным тяжелым боевым кораблем, который не уступал по своим габаритам и силам флагманам флота божественного клана или секты темной души. Эта информация вполне могла после этого разойтись по городу и сподвигнуть некоторых нечистых на руку практиков темного мира на необдуманные действия, чего Сонгу всеми силами хотелось бы избежать. Лишний раз стоило проявить осторожность. После того, как последний из наемников пропал во вспышке перехода, отправившись внутрь яхты, к Сонгу подошел представитель гильдии и, поклонившись, вежливо сказал «Мастер Сонг, я обязан напомнить вам, что в случае, если в нашем архиве разрушатся все или большая часть амулетов жизни наемников, пошедших с вами, вы обязаны появиться в течение года и дать объяснение патриархам гильдии или на вас будет выдан ордер». «Да, я помню. В таком случае я желаю вам удачи во всех начинаниях и делах. До свидания. Всего и вам хорошего, мастер!» Попрощавшись с представителем гильдии, Сонг последовал за Рину, сразу же направившись в капитанскую руку. Им предстоял недолгий полет до Фрисоула, который ожидал своего часа возле одного из безымянных пустынных миров поблизости. «Мастер Сонг, если вы позволите, я могу взять управление кораблем на себя». После того, как яхта поднялась в бирюзовые небеса центрального города, к нему подошел один из наемников. «Судя по тому, что я вижу, госпожа Рину не обладает должными навыками, чтобы пилотировать корабль так, как задумывали его создатели». Это был один из двух нанятых Сонгом опытных пилотов – Зол Гален, бывший воин небольшого кочевого клана, уничтоженного в междоусобной борьбе темного мира. Он с еще двумя практиками одним из первых изъявил желание следовать за Сонгом. И если поначалу парень воспринимал их желание служить настораживающе странным, то после того, как лучше изучил историю кочующих кланов, поменял свое мнение. Честь для них находилась на первом месте, как и желание управлять духовным кораблем, путешествуя от звезды к звезде. Находиться на одном месте, да еще и на земле обычного мира, сильно угнетало их. Именно поэтому почти треть всех нанятых Сонгом практиков оказались выходцами из кочевников. Они попросту не могли усидеть на одном месте и потому с такой готовностью согласились отправиться в хоть и опасное, но долгое путешествие на полноценном духовном сутне. «Пока Рину справляется, мастер Гален, вы встанете за штурвал чуть позже, сейчас проявите терпение, нам не так далеко лететь», – ответил Сонг, заметив искру сожаления в глазах пилота. «Да, господин, конечно», – согласился тот, отходя к своим товарищам. Наконец, спустя пару часов полета яхта прибыла к планете, возле которой находился колоссальный по своим размерам духовный корабль «Фри Соул». Когда его увидели наемники, послышались удивленные крики. Никто из этих людей не ожидал встречи с самым настоящим тяжелым боевым кораблем в таком месте. «Уважаемые мастера», – Сонг вышел вперед, встав между иллюзией, демонстрирующей происходящее снаружи яхты и наемниками. «Познакомьтесь с «Фри Соулом», моим кораблем и местом, где вы будете жить эти 50 лет. Добро пожаловать в команду!» Сонгу показалось, что он услышал сразу после прозвучавших слов одновременно 50 судорожных выдохов. На лицах всех присутствующих наемников читалось откровенное неверие в происходящее. «Мастер Сонг», – сказал стоящий возле него наемник, кажется специалист по духовным источникам. «Это же боевой корабль тяжелого класса!» Он запнулся, переведя взгляд обратно на Фри Соул. «Откуда у вас этот монстр? Он же стоит, как целый мир!» «Ну, этого вам знать не обязательно!» Сонг с улыбкой покачал головой. «Можете считать, что это подарок от моего клана!» Откровенная ложь, но она сработала. Он увидел, как во взглядах окружающих людей появилось уважение. Они с Рину, Аэтоне и Сноукас долго обсуждали, как объяснить наличие корабля у горстки людей, а объяснять наемникам что-то было нужно. Люди любопытны. Поэтому пришли к решению, что лучше всего обставить так, что Сонг являлся наследником какого-то сильного клана, который наградил своего члена за какие-то заслуги. Кланов, что могли позволить себе подарить тяжелый боевой корабль, в человеческом атоле имелось не так много, и все они являлись очень крупными игроками. Принадлежность к одному из них автоматически ставила Сонга на место принца-наследника. Вот только почему наследник оказался вынужден использовать наемников, а не членов своего клана, особенно после того, как получил такой корабль. Сонг видел, как эти мысли складывались у наемников одна за другой. Вопросы множились все больше, но они не смели задавать их, понимая, что ответов на них не будет. А сам Сонг не спешил им все разъяснять, многозначительно улыбаясь. После того, как они заслужат его доверия, он, возможно, и расскажет им, но точно не сейчас. Пусть строят предположения, думают, обсуждают. Главное, чтобы у них не появился соблазн забрать корабль себе. Яхта медленно приблизилась к Фрисоулу и медленно была втянута в одно из его карманных пространств, служащим причалом малых судов. Прошу на корабль, вам еще нужно познакомиться с другими членами экипажа и получить доступ, конечно. Первым делом Сонг, как и говорил, познакомил новых членов команды с теми, кто уже стал частью Фрисоула. Практики закрытого мира первоначально с небольшой настороженностью приняли наемников, но уже через несколько часов немного расслабились, начав работать с ними плечом к плечу. Аэтон и Ирину, будучи помощником и капитаном, помогали Сонгу выдавать разрешение для прибывших наемников, после чего работа закипела. К моменту возвращения Фрисоул уже полностью успели восстановить, подготовив их к долгому перелету, но недоработок и пробелов все еще имелось огромное количество. И тут, помощь опытных практиков, не один год проживших на кораблях, пригодилось как нельзя кстати. Прежде всего, удалось восстановить полную работу духовного источника, что позволило наполнить энергией все карманные пространства корабля, а также повысить ее приток в жилые помещения и помещения с искусственным миром. После этого практики с пониманием карманных пространств принялись приводить в порядок переходы между ними внутри корабля, благодаря чему передвигаться по Фрисоулу стало бы несколько раз проще. Защитные и атакующие домены стали работать как надо, выдавая полную мощность и корабль, наконец полным ходом рванул в сторону региона закрытых миров. Благодаря Айтоне и Сноукас, хорошо ориентирующихся в регионе, удалось достаточно быстро найти нужный мир, а нанятые навигаторы сумели провести до него практически идеальный курс длиною всего лишь в пару месяцев. Сонг внутренне кивнул себе, смотря на яркую звезду, расположенную на камне управления и демонстрирующую конечную точку выбранного маршрута. Он возвращался в закрытый мир, чтобы не только забрать старикалода, но и раздать все долги, которые он оставался должен. Естественно, Сонг не считал себя достаточно сильным, чтобы спасти сейчас Син Фен, прекрасно осознавая собственную слабость. Рассчитывать на то, что это произойдет благодаря вмешательству какой-то могущественной сущности, также было бы верхом глупости. Но что куда важнее, это обнаружить местоположение девушки и выяснить, что сейчас происходило в дьявольских мирах. Найти Син, выяснить обстановку и начать подготовку к спасению. Таков на данный момент был его план. Все время, пока корабль с огромной скоростью несся к закрытому миру, Сонг посвятил попыткам очистить себя от закрестения и изучению ока скитальца. Однако, если с первым дело продвигалось хоть и с трудом, но спора, то со вторым все оказалось не так просто. Сонг несколько раз приводил к глазу Аэтоне в надежде, что ей удастся почувствовать его силу или хотя бы колебания энергии, но без результата. Для девушки ока казалось безжизненным точно из вояния, и сколько бы она ни пыталась почувствовать сокрытую в нем силу, ничего не выходило. При этом сам Сонг отчетливо ощущал бушующую внутри глаза энергию, и чем дольше изучал ее, чем больше использовал, тем сильнее и хаотичнее она становилась. Причину, почему такое происходило, ни Сонг, ни Аэтоне понять не могли. В определенный момент молодой человек, даже после очередного дня медитации возле ока, оказался вынужден прерывать свою практику, так как его одежда оказалась сожжена, а само око преобразилось, наливаясь хаотической энергией и силами. И только после этого Аэтоне смогла почувствовать его. Правда, это чуть не стоило ей жизни. Энергия внутри помещения, где находился глаз, оказалась в какой-то момент настолько плотной, что истинного дракона чуть не разорвало от ее избытка. «Не знаю, что это такое и как это возможно, но у меня стойкое ощущение, что этот глаз обладает разумом. Он способен контролировать свою силу, и, похоже, я ему не очень нравлюсь», сказала девушка, смотря на лохмотья, в которые превратилось ее одеяние. «Чего не скажешь насчет тебя». Армада кораблей божественного клана ушла в направлении границ для того, чтобы сдержать первые волны вторжения духов. Магистр Яма задумчиво смотрел на мертвое сердце, некогда служившее источником силы целого атолла человеческого влияния. Оно умерло слишком быстро. Магистр рассчитывал, что она подарит им еще хотя бы тысячу лет, но что-то пошло не так. Нечто очень быстро пожрало силу сердца. Вероятно, это было как-то связано с той пустотой, что появлялась в пограничных мирах. Но что за существо могло породить такое явление? Великий старейшина божественного клана не знал, однако глубоко внутри он чувствовал, что сейчас не раса духов и не святые угрожали атоллу. Нет, именно эта пустота была предвестником надвигающихся бед. «Возможно, восстание против Ферболк было ошибкой», пробормотал задумчиво старик, приблизившись к сердцу почти вплотную. «Возможно, вместе с великим кланом мы похоронили свой шанс на спасение?» Сердце молчало. Глава вторая Фрисоул прибыл к закрытому миру через несколько месяцев пути. Корабль стремительно ворвался в планетарную систему, появившись в самом отдаленном ее уголке. «Мастер Сонг, мы обнаружили пять легких судов божественного клана возле закрытого мира», сказал пилот, стоящий за сферой управления. «Они нас заметили?» Сонг посмотрел на иллюзию, демонстрирующую увеличенное изображение мира, около которого плавало в космической пустоте колоссальное тело умершего истинного дракона. «Интересно, почему они никак не использовали его тело, пускай истинный дракон до конца выполнял свой долг, и я почему-то не верю, что божественный клан отказался бы от сокровища, которым было его тело. «Нет, наш духовный источник в сотни раз мощнее и позволяет полностью скрыть присутствие корабля даже от практика в этапа божества. Отлично, передай по кораблю. Мы прибыли к закрытому миру, все желающие могут направиться к причалу с яхтой. Членов защитной команды прошу направиться к яхте. Ваше присутствие обязательно». Защитная команда – это пятерка практиков с боевым опытом и этапом совершенства. Сонг нанял их специально для таких небольших вылазок, как практиков, способных поддержать его в непростых ситуациях и прикрыть спину. Хотя, конечно, доверять им полностью, как и любым наемникам, не следовало, и потому он мысленно всегда в голове держал, что подставлять им спину не следовало. «Держите маскировку постоянно включенной», – сказал он пилоту. «Уверен, что воины божественного клана сосредоточены прежде всего на чудовищных монстрах и голодных тварях космоса, но все же привлекать к себе их внимание не следует. Если у нас возникнут проблемы, готовьте главный калибр. И неважно, кто станет целью – божественный клан, демоны или дьяволы. Это понятно?» «Да, мастер Сонг?» «Благодарю». Он сделал небольшое усилие, пытаясь припомнить, как зовут пилота. «Дон Грей. Командной рубке должен всегда кто-то присутствовать, на случай, если нам потребуется ваше вмешательство. Конечно, в идеале хотелось бы обойтись без этого, но все может произойти». Дождавшись подтверждающего кивка от пилота, Сонг направился к яхте. Там его уже ожидали все реинкарнанты во главе со Сноукасой Айтоне. На лицах людей читалось возбуждение и нетерпение. Осознание того, что они возвращаются домой, делало их счастливыми и одновременно настороженными. Слишком много времени прошло, слишком многое поменялось. Здесь же находились и пятеро наемников, которых он позвал. Они стояли особняком и лениво переговаривались, обсуждая что-то, связанное со своими недавними тренировками. Естественно, их мало интересовал закрытый мир. Они изучили всю информацию, которую им предоставил Сонг, и этого им вполне хватило. «Божественный клан может нас заметить при приближении к планете», сказала Айтоне, когда Сонг подошел ближе. «Пойдем с максимальной скрытностью. Духовный источник яхты новый. Это даст нам возможность проскользнуть мимо их чувствительности». «Тем более, я уверена, они сосредоточены прежде всего на защите мира от нападения чудовищных зверей», добавила Айтоне. «Ладно, давайте грузиться в яхту». Как и говорил Сонг, появление небольшой яхты, прикрытой полем маскировки, прошло незаметно для кораблей божественного клана. Хотя оставалось не совсем понятно, связано ли это с самой маскировкой или тем, что они даже и не пытались обнаружить кого-либо. Со слов Айтоне, все время, пока они добирались до закрытого мира, корабль ни разу не попадал в поле духовного восприятия, что говорило само за себя. Когда яхта оказалась прямо перед трупом колоссального истинного дракона, все, кто находился в капитанской рубке, почтительно замерли, всматриваясь в некогда величайшее легендарное существо человеческого атолла. Сонг и сам заметил за собой, что, затеив дыхание, смотрит на дракона. «Я не знала его, но даже сейчас от его бестыханного тела я ощущаю великую силу», сказала вслух Айтоне. «Мне не верится, что такое сильное существо могло вот так просто умереть». «Он пожертвовал своей жизнью ради защиты этого мира», сказал Сонг. «Я не уверена, что закрытый мир достойен этого». Сонг не стал ничего говорить, припомнив все, через что пришлось проходить Айтоне во время событий в городе Синего Китая после этого. Удивительно, как представительница расы истинных драконов после этого не возненавидела всех людей. «Мы приближаемся к миру, сейчас будет немного трясти», между тем предупредила всех Айтоне. Иллюзия, демонстрирующая все происходящее снаружи корабля, исказилась, рассыпаясь и становясь мутной, и сразу за этим последовал чувствительный толчок, и уже через мгновение все вернулось в норму. Сонг увидел знакомый пейзаж бесконечного бирюзового океана, простирающегося далеко внизу, туманный архипелаг. Он вернулся туда, с чего все началось. Стоящая возле него Айтоне странным взглядом смотрела на места, в которых прошла большая часть ее жизни. Куда теперь? Наконец она очнулась от своих мыслей и вопросительно посмотрела на Сонга. Похоже, она не собиралась возвращаться на родину. Так уж получилось, что он не спрашивал Айтоне о ее будущих планах, но, вероятно, она все еще оставалась нацелена на поиск своих сородичей. «В один из регионов империи, город темной звезды», задумчиво ответил Сонг спустя несколько секунд. «Перед тем, как искать лода, нужно кое-что проверить». После чего Сонг обвел взглядом всех бывших реинкарнантов, находящихся сейчас в руке управления яхты. «Я понимаю, что многим из вас хотелось бы оказаться в центральных регионах империи, но придется немного подождать. Впрочем, я никого не держу. Вы можете сойти и возле города темной звезды». Молчание было ему ответом. Для того, чтобы добраться до земель империи и города темной звезды, яхте потребовалось не больше двух часов. Внизу с огромной скоростью проносились земли, хорошо знакомые Сонгу. Виды бесконечной лазурной глади океана сменились лесами территории империи. На пути они все больше встречали небольшие астральные корабли. По сравнению с яхтой из центральных миров, даже грузные боевые суда империи, патрулирующие границы с туманным архипелагом, казались обычными неторопливыми лодками. Шустрая яхта стремительно проносилась мимо них, не оставляя после себя даже намека на собственное присутствие. Кроме пятерки судов божественного клана, безучастно парящих где-то высоко в небесах закрытого мира, ни одно существо или корабль не был способен заметить шуструю яхту. Постепенно лиственные леса сменились на хвойные, и вот уже яхта появилась в регионе города темной звезды. «Мы прибыли», сказала Аэтоне спустя пару минут, снижаясь и кивая на иллюзию, на которой ветнялся приближающийся город, расположенный на самом краю великого леса. Вот только Сонг не узнавал город. Это был не город темной звезды, каким он его запомнил. Впрочем, он прекрасно понимал, что после того, как демоны превратили прошлые мегаполисы в руины, его, скорее всего, отстраивали без оглядки на то, что было. «Хорошо, я так понимаю, вон там располагается порт города», Сонг указал на обширную площадку с высокими доками для воздушных судов и несколькими крупными для закрытого мира кораблями. Шевартуйся к одному из тех доков. «Мы привлечем внимание», заметила Аэтоне. «Это даже хорошо, мне будет проще договориться с местными кланами и сектами». Девушка лишь пожала плечами и направила яхту к одному из указанных Сонгом доков. Корма их корабля была, как минимум, в два раза больше самого большого астрального сутна империи, поэтому пришвартоваться к доку, который был рассчитан совсем на другие размеры судов, оказалось непросто. Но Аэтоне справилась. Тень яхты накрыла чуть ли не весь порт. Сонг наблюдал, как останавливались жители города Темной Звезды, показывая на прибывших гостей в явном шоке от увиденного. «Ладно, давайте немного прогуляемся. Аэтоне, ты со мной?» – спросил он задумавшуюся девушку. «Да, конечно». Помимо истинного дракона, он взял с собой двух телохранителей из пяти, на всякий случай. Практики совершенства являлись по сути богами для этого мира, как и осознания, впрочем. Сонг сильно сомневался, что сейчас в закрытом мире находился кто-то сильнее них. Даже на кораблях божественного клана должны были находиться максимум воины этапов единства. Появившись снаружи, Сонг с Аэтоне увидели, как к ним уже спешат встречающие. Небольшая делегация практиков города темной звезды и, судя по всему, из самых сильных представителей местных великих сил – практики пика слияния. Когда-то очень давно, словно бы в другой жизни, они казались Сонгу недосягаемой силой. А сейчас ему хватит и одной мысли, чтобы размазать их всех одновременно. Очень странные ощущения. «Господин! Человек, что шел во главе делегации, низко поклонился Сонгу. Город темной звезды приветствует столь уважаемого гостя. Я глава секты Призрачной Ладони. Если вас не затруднит, не могли бы вы представиться. Нам было бы очень неудобно называть вас не по имени». «Призрачной Ладони?» Парень удивленно посмотрел на мужчину, но его не помнил. «Вы смогли возродиться вместе с городом?» «Как видите, господин!» «Еще раз поклонился мужчина. Я так понимаю, вы хорошо знаете историю города темной звезды и рад это слышать. Но все же, как мне к вам обращаться?» «Сонг!» представился парень. «Клан Лунного Феникса все еще существует?» «О, да, господин Сонг!» «Несомненно, существует!» закивал представитель клана Призрачной Ладони. «То сейчас его глава!» «Дейфен?» «Вы знакомы с почтенным Дейфеном?» удивленно спросил мужчина, но, заметив, как нахмурился Сонг, тут же спохватился. «Сейчас Дейфен практически отошел от дел из-за прогрессирующей болезни. Сейчас делами клана практически полностью занимается его уважаемая дочь, Блуфен!» «Я бы хотел встретиться с Дейфеном и Блуфен!» кивнул Сонг. «Похоже, Дейфен покинул пост наставника дочери императора и вернулся восстанавливать город», подумал он, оглядывая ровные улочки заново отстроенного города. «Конечно, господин! Позвольте вас проводить!» ответил с почтением сопровождающий. Пока они шли до территории клана Лунного Феникса, Сонгу удалось вытянуть из представителя Призрачной Ладони много информации. Прежде всего, уничтожение города пережили не все великие силы. Кланы Темного Облака и Звездной Удачи перестали существовать, потеряв всю свою верхушку. Клан Лунного Феникса, Секта Призрачной Ладони и Морозного Духа сумели восстановиться. Сейчас эти три силы всеми возможными способами пытались возродить город Темной Звезды. И это у них получалось. Союзу Трех, как они себя называли, удалось практически полностью отстроить заново боевую библиотеку, вернуть несколько павильонов в город и даже заручиться поддержкой императора. Вот только город в любом случае потерял свой класс. Для того, чтобы вновь стать центром региона, потребуется столетие непрерывных усилий. Представитель Секты Призрачной Ладони с болью говорил это. Было видно, насколько ему плохо от одной этой мысли. Они потеряли свою гордость вместе с классом города, превратившись из центра целого региона в самый обычный, хоть и большой поселок. Сонг мысленно кивнул, понимая причины недовольства мужчины. Впрочем, я пришел сюда для другого. Резиденция клана Лунного Феникса сильно поменялась с тех пор, как Сонг был здесь последний раз. Не сказать, что ему тогда понравилась эта экскурсия. Территория клана значительно сократилась. Вместо сотни великолепных усадеб, пагод и дворцов, он увидел лишь один трехэтажный особняк и множество простых домов, в которых, похоже, жили простые члены клана. Охрана пропустила делегацию без возмущений. Скорее всего, клан Лунного Феникса был предупрежден о том, что к нему направляются гости. Внутри особняка все оказалось обставлено очень просто. Не было и в помине той роскоши, которой клан щеголял раньше. А зал совещания, где заседал глава, оказался всего лишь большой комнатой с круглым столом и высокими деревянными креслами. За двумя из этих кресел уже сидели люди, в одном из которых Сонг с большим трудом узнал Дэйфена. Тот превратился в немощного старика, который кое-как передвигался и выглядел сильно уставшим. Что же до второго кресла, то в нем сидела девушка, чью внешность Сонг хорошо запомнил. Госпожа Блуфен с улыбкой обратился он к ней. Давно не виделись. Похоже, вы нисколько не изменились с момента нашей последней встречи. Субтитры создавал DimaTorzok